Мария Валерьевна, вот вы озвучивали такой показатель среднедушевой денежный доход населения города Ачинска в 21-м году, процентом 26 тысяч, а в 20-м году какой был размер, и что это вообще за показатель, и что все включают? Это расчетный показатель, его обычно делает именно как считает по краю дохода населения, этот показатель в себя включает, ну то есть все, вот в городе Ачинске все, что мы с вами получили, не только заработали, но и получили, туда включаются заработные платы, включаются пособия, пенсии, стипендии, туда даже включаются денежные переводы, если таковые были. Что еще? Сдача имущества в аренду какая-то, если, например, у вас есть какое-то имущество, вы непредпринимательны, вы этим не дали. То есть вот эта вот общая масса доходов, которые получила все население города Ачинска, разделена опять-таки на всю численность города Ачинска, включая младенцев и пожилых людей, которые, может быть, уже кроме пенсии ничего не получают. Доход, естественно, он, конечно, рассчитывается каждый год. За прошлый год, я так уже подсмотрела, 24,7 миллиона рублей. Он немножко отстает от темпов роста заработной платы. Вот если МРОД, мы смотрим, у нас сейчас МРОД 2468, на следующий год мы МРОД уже ожидаем, он сейчас закон, федеральный закон находится на рассмотрении, в Госдуму он будет вынесен только в декабре, но МРОД будет 21747. Здесь уже темп роста 6%. Здесь темп роста несколько отстает, потому что просто не все так быстро индексируется. Вы назвали цифру количество безработных 292 человек. Скажите, по отношению к 2020 году увеличилось или уменьшилось количество безработных в городе Ачинске? В этом году у нас идет планомерное снижение. На начало года у нас безработных было почти тысяча человек, и это уже было хорошо по сравнению с вторым полугодием прошлого года. Умерли? Нет, не умерли. Вы думаете, только безработные? Уголовные у нас умерли? Нет, там, конечно, другие факторы. Я думаю, что там, конечно, да, действительно были другие факторы. Безработных у нас в прошлом году очень много возрастало. Мы же с вами разбирались в прошлом году по этому фактору, что там были изменения, начисления пособий. Когда они носили пособия в соцзащите, собственно, и в соцзащите народу, но я имела в виду сейчас в центре занятости населения. Когда они носили заявительный характер. И очень многие люди, особенно те, кто неформально занятые были, они очень многие обращались в центры занятости для того, чтобы получать пособия. В какой-то период был увеличен объем, размер пособия. Поэтому люди обращались, понимая, что они получат однозначно. Ну, почти так. А потом, когда прекратилось, начался постепенный отток. То есть максимум безработицы у нас, по-моему, на сентябрь или октябрь приходился, там было почти 3000 безработных. А потом он постепенно начал спадать, спадать. На сегодняшний день у нас уже там 200 с чем-то человек. И это уже нормально. Нам бы, конечно, как Любовь Юрьевна планирует, что мы выровняемся и к концу года все-таки достигнем уровня безработицы 0,3. Но тут я не могу сказать за Любовью Юрьевна. Это ее слова, ее обязательства. Достигнем или нет, это будет от нее зависеть. Мне надеется.